Боже, милостив, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчестная, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сегодня поясные поклоны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силы и счастлива Животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй. Боже, милостив, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, бесчестная, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Субтитры, 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 Субтитры Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи! Очисти грехи наши, Владыка! Прости беззакония наши, святые! Посети исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков! Аминь! Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое! Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе! Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день! Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим! И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого! Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки! Аминь! Став после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню, возглашаем Тебе сильный! Свят, свят, свят ты, Боже! Молитвами, Богородица, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи, умы, просвети! И сердце открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица! Свят, свят, свят ты, Боже! Молитвами, Богородица, помилуй нас! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Незапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся! Со страхом воскликни в полность! Свят, свят, свят ты, Боже! Молитвами, Богородица, помилуй нас! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков! Аминь! Придите, поклонимся Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Царю и Богу нашему! Псалом! Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен! Я сказал вопромещивости моей, всякий человек ложь! Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Чашу спасения приему и имя Господне призову! Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его! Дорога в очах Господних смерть святых Его! О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей! Ты разрешил узы мои! Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову! Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его! Во дворах Дома Господне посреди Тебя Иерусалим! Аллилуйя! Хвалите Господа все народы! Прославляйте Его все племена! Ибо велика милость Его к нам! Истина Господня вовек! Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо в век милость Его! Да скажет ныне Дом Израилев, ибо в век милость Его! Да скажет ныне Дом Ааронов, ибо в век милость Его! Да скажет ныне и боящийся Господа, ибо в век милость Его! Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господнем я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песть, Он садился моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отвратите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа. Правильно войдут в них? Славлю Тебя, что Ты услышал меня и садился моим спасением. Камень, который отвергли строители, садился главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сидень сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонной. О Господи, спаси же. О Господи, спаси же. Благословен грядущего имя Господне. Благословляем вас из дома Господне. Бог, Господь, я сиял нас. Вяжите верами жертву. Ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить Тебя. Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо в век милость Его. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Вот, встав от сна, я посади ночи, приношу Тебе песню спаси, и, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Ему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, достой мне присветить Твоей истины, и с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Содержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти на высотах небесных живущих и озирающих долы земные, наблюдающих сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых хвостов и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда обществу Я придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, посвящающий, освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел поставленный, блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня всепосредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и, если чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы не прогневать мне Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своему, садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного, раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного в моего сердца. И от омраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и свободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Наталья, Ольга, Алексей, Андрей, Елена, Надежда, Татьяна, Янис, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших, спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего Церковь Твою. Паси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшка Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. «Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою дар им здравия, спаси и души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь». «Покоя, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, дары им Царствия Небесное. За святыми и покоя Христе души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. «Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Увеличаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово. Достойно большей почести, чем Херавима, несравненно славнейшего, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый, Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вожи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, застой крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени, научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианинами и полезными человеками. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь их от хитрых кознен дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, всяких нечестивых, беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Помоли Твоему Пречистой Матери всех святых. Приведи их в тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе с праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, воззри на детей наших. Испошли на них Духа Премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они уразумели и усвоили изучаемые им предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего, свое спасение. Потому что Ты, источник Премудрости, Тебе возносим славу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Игнатий Тихонович, продолжайте. Спасибо. Спасибо. Игорь. 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 Их с нами Максима, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Все, ты их знаешь, Господи, как много их и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Найди отступников, возврати их на путь покаяния. Николая, Михаила, Александра, Юрия, Анастасия. Это в Алексея обрати, Господи, дай ему веру. Не дай ему погибнуть. Господи, слава тебе. Благослови наших благодетелей, воздаем добром. Елену. Елену. Евгения Александровича. Леонилу, Александру, Татьяну. Найди новые души. Надежду, Юрия, Светлана. И болячьям дай силы все перенести. Безеропотные. И пошли в исцеление. То есть, Святое. Валерия. Илариона. Кирилла. Владимира. Надежду. Татьяну. 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 Анастасию. Валентина. 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 Александра. Анна. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов. За здоровье и болезни. И по твоему благоволению, все свое время, может оказаться на пользу. Аллилуйя. Избавь от чем, что Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра и Игорь. И найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Это наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. Сохрани для пользы людей. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея. Андрея, Андрея. Ольга. Италия. И Роману, Господи, открой путь к спасению. Избави его от духа лжи и зла упрямства. Никите, Виталий, даруй духовное рождение и ревность о Боге. Помилуй нас, Господи. Найди, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на святые каноны церкви. Аллилуйя. Воздай вечности всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну благослови. Хвала Тебя, наш Господь. Пресвятая Госпожа Богородица, Присна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, кто содействовал в нашей поездке. Павла, Зинаиду, Владимира, Селестрия, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне, грешен. Благодарю Тебу, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христу, Мои Бога о нас. Мои, щи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Довольство по пропитанию и одежды никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствуясь и малым. Искать прежде всего царство Божие и правды Его. И не бояться, не страшиться начальствующих и царей родных. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротостей и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе за наши ходатай. Иску помочь. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророки Илья, Ильисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езранеем и Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаакий, Яков. Исполни духом пророческим, Господи, дабы день прихода этого нашего отшествия не заставлено с ней готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанной в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, всенебесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, на дарах Господь нам жажду, исследуй священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Венин, Иосиф, Борис и Греб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, Анфиму, Вениамину, да и Геру. И устраши родители за такое ложное воспитание. Молите Бога на святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарин, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замосте ретиков разрушь И развеев, Личто преврати всех враждующих Против православия. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетвая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь Послушание и Молчание, Словомудрие и стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь мне покоривость голены, Семейство ее и введение надежды, И прими нашу молитву, Возьяния рук, как жертву вечернюю, Благоухание приятное, Берет престолом благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле, Господи Божий наш. Услыши и исполни, Милосердный Создатель, Молитву всех молящихся о нас Во благо нам. Господи, услыши и исполни Нашу молитву, О всех заповедавших, Молисься о них, Спаси их и помилуй, Господи, Ищи и веку Татьяну и Тамару, Посмотри нечто лучшее о нашем музее, Все устрой, как Тебе угодно, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Раб Твой. Раб Твой, Господи, Вот, Мполит, Слышите, Слава Твой, Господи, Пи Tap Mystery. Аминь Сегодня молитва И прямо серия Господи, Владыка живота ему Не считается На последней неделе Будет считаться Последний раз Это в четверг вечером должно быть Воскресенье пройдет Наступает пятая неделя И в среду вечером Будет считаться полностью За один раз Канун Андрея Критского Посмотрите Как у нас он считается На три ступени Прошение Благодарение Словословие Он стоит у нас на нашем сайте Полностью И там показано Как молимся здесь И что интересно Раз в году Вот он там 254 земных поклона События Ну примерно так там Может что-то где-то выпускается Ну больше двухсот И учитывая И учитывая что Молитве Ефрема Сирина Не четыре земных поклона А шестнадцать Еще выбросили слово Сребролюбие Вот Ну кто же искажает Молитву Ефрема Сирина Ну если сребролюбивые Чтобы не напоминали Мы сребролюбивые Все продаем Таинство Закрещение Замещание За все берем А греха никакого нет А мы просто убрали Как маленькие ребятишки Шторкой Иконостас Закрыли маленькие Сметану съели А Боженька не видит Как Феодора Цареградская Какой-то там к ней Пристал и говорит А Бог не видит в темноте В сарай ее завел И согрешил Она потом только пришла в сознание Вот точно так же здесь Слова выкидывает Запомнить Кто не ходил никогда На канон это Сходите Или дома помолитесь Вы можете наши включить Где мы показываем Потому что Как молятся Это очень много Роликов Там разные Митрополиты молятся Патриарх Кирилл Канон Андрея Критского Я еще раз напоминаю Чем это вызвано Что такой канон получился Помилуй меня Боже Помилуй меня Притом я еще не встретил Ни одного Кто это знает Даже удивляюсь Как это не знать Нот Спрашивает Ну самая популярная книга Какая? Самая-самая-самая Библия конечно Переведена практически На все нации и народы Полностью или частично Или Новый Завет только Или хотя бы одно Евангелие А следующее произведение Которое Проведено Может другой какой-то быть Не просто переведено А читаемое Переводить можно Многое Когда-то Труды какого-то писателя Стояли на второй полке А между ними Полторы тысячи полок пустые После Библии Я спрашиваю тогда Какая В Библии 77 книг А какая самая популярная Самая востребованная книга Евангелие Да нет конечно Евангелие Часто ли вы читаете Псалтырь Самая Большая по объему книга Псалтырь Я вот сегодня могу скинуть Статистику Статистику Вы Пощаще заглядывайте На наши ресурсы Даже вот такие Где мы сейчас находимся Из учения Библии На это потрачено много времени Я иногда людей Раздражаю Тем что отвечаю Полушитейно Канон Андрея Критского 1200 лет И никто его не трогал Помилуй меня Боже Помилуй меня Помилуй меня Боже Почему дальше-то не смотрели Что этот канон-то Написан для оглашенных Канон не для верующих Написан-то Я спрашиваю Псалтырь самое главное А какой самый Считаемый Псалом Их 150 Псалмов Тоже не сразу ответят Ну значит Не считают и не молятся 50-й Псалом Это самая Востребованная Песня Давида Во всем мире В течение 3000 лет Вот мы должны Это знать 50-й Псалом А чем он вызван А в предисловии написано Когда он вошел К Версавии Аурию Мужа ее По нашему Сказать Полковника Который был Ну как сказать У нас В аммоне Работал или где В самой защите Охране царя И он его убил Какую власть Имеет женщина Увидел что она Раздетая Своих около 10 Жен мало Но она раздетая Купается Залез на крышу Давид Это я о Давиде говорю Война идет Даже мы о Сталине Не можем такое представить Что он где-то на крышу залез И там прогуливается А в это время Сталинградская битва идет Или Ленинград голодает Я говорю о выздверге Рода человеческого О Сталине И выбирает еще одну бабу Никто об этом не говорит Как о Берии Это тоже что-то значит Грех ужасный Совершивший прелюбодеяние Предается смерти А убивший невинно Смерть за смерть Зуб за зуб Давид сразу надел на себе Две удавки И однако Его не казнили Грех пал на весь народ А это распространено А что надо было наказать Закон гласил так Никак по-другому нельзя было Ну и хорошо что не казнили И хорошо что не казнили Не было бы дальше ста псалмов Если считать что они по порядку писались Вот это же самое Высек Господь из него Такую искру Такое пламя Помилуй меня Боже По великой милости Твоей И по множеству щедрот Твоих Согрешил Избавь меня от кровей Боже мой Боже спасение Все Царство Бог отнимет у него Восстанет сына весолом Он побежит Страдать будет Сына убьют И тоже Сын теперь будет Прелюбодействовать С его женами Такие грехи Наворочали И вот Пятьдесятый псалом Высек Господь из него Ламенеющий Огненный Это же случилось С Андреем Критским Когда гремели баталии Речь шла о православной вере Шестой Вселенский собор Он с херетиками подписал Анапеву Шестому Вселенскому собору Какая же у него вера была Архиепископ Когда Щетко ясно Показано было все И встал на сторону врагов Какую он боль Нанес в церкви И Господь все-таки Услышал молитву Кто-то плакал о нем Может быть И он тогда написал Вот этот псалом Покаянный Он писал для себя Не для кого-то А теперь его Повторяют везде И считают всегда Житие Святой Марии Магдалины Которой За тринадцать веков Никто не подражал Ни одного Никто во всем мире Которой веры Никакой не было Блудница И сблудец была Супруга всего мира Даже ехать Увидела много людей А среди них и парни молодые Тут же пристала к ним Переплывать надо Денег нет Рассчитаюсь телом своим Паломники с ней грешат Вот это ситуация того времени И вдруг Какая-то сила остановила Не могла в храм войти То есть все на каких-то видениях Сновидениях Не на Евангелии Вся вера-то Она ни одной минуты верующей не была Но зашла Причащаться Понимаете Вот мы не можем Это не рассматривать То есть здесь Беззаконие на беззаконие А где же церковь-то Почему же они Не смотрели А ее какая-то сила Какая-то сила должна быть То есть какие-то провода Высокого напряжения Как в концлагере надо поставить Чтобы шарахнуло Дальше выходит Переплыла через Иордан За чем она рассчитывалась Ушла в пустыню 47 лет Ни слова нигде Никому не сказала Она переносила трудности Да, крепкая Кремень И мороз И холод Когда Зосима ее увидал Она ему кое-что рассказала И тут все под сомнением Рассказала Тут никому не сказал Потом пошел Прищищать ее На следующий год И когда подробно разбираешь Все в фальсификации какая-то Ну почему В этот день Чтение канона Андрея Критского Не считается Житие Марии Магдалины Которую называют Апостолом Для апостолов Которая дошла Согласно житии До императора И везде Она пробивала Дорогу проповедью Мария Магдалина Равно Их нет Среди жен И однако Не ее считают А Мария Египетская Почему? Монахи назначали Монахи прославляли Что интересно В России За тысячу лет Не канонизирован Ни один мирянин Если не был казнен Мирянин Простец То есть Человек Не имеющий церковного сана Ни одного Одни только монахи Бросил Два брата Вместе А давай мы спасаться будем Давай Ушли Мать поискала Их нет А куда дети делись Никого ничего не сказали И они все От монахов там воспитали Я попутно это все говорю Построили себе шалаш Двое живут Двое Здоровые крепкие силы В шалаше сидят Что они там делают? На родном языке Молитв нет Нет Церковнославянский язык Он искусственный На нем никто Никогда Ни один человек В мире не разговаривал Его не русские люди Составили Кириллом Иподе Конечно Они бормочут Эти молитвы Бормочут В них проникнуть надо Учебы-то нету Наконец Кто-то ей сказал Там-то в лесу Шалаш И там какие-то Два парня Околачиваются Видно Что что-то делают Собирают грибы Ягоды Я так думаю Мать пришла Ваня Вася Здесь Они откликнулись Все же Она плачет Убивается Ну выйдите Хоть посмотрю Нельзя Если мы тебя увидим То царство Божие Не увидим Оооо Супер православная вера Их прославляют Оба святые будут А мать Никто Родившая их Давшая им веру Но она просит Ну хоть Покажитесь Не под каким видом Видимо за руки Сцепились там Ухватились Ухватились и сидят Ну руку хоть дайте Тогда он через траву Там просунул руку И мать руку Подержала Все Довольная пошла Это вера Православная Наша Православная вера Я тут рассказываю Когда я Житье Насчитывал Люди В ужас приходят Это даже Никто не делал так Почет камеру поправить Про камеру поправить А как ее поправить? Ну повыше подняться А повыше подняться Ну я тут делаю Она опять опускается Ну вот так Вот может быть Вот Это И когда он пришел В чувства Андрей Критский И он написал Вот этот псалом Псалом сказать Акафис Или канон Вернее Канон Помилуй меня Божий Ничего нету Нигде Ни одной буквы Нету для Человека обращенного Я обратил на это внимание Стал молиться И этот же канон Перевел на Вторую ступень Благодарствия Те же самые события Все то же самое Только благодарение И третье Словословие Ангельская ступень К чему мы и совершен Совершенно Будьте совершенны Будьте святы Как я свят Говорит Господь А так ничего Благого Доброго я не сделал Молитвы-то считаем Молитвы считаем Для верующего Много лет верующего Я это должен считать Потому что другой нету Если сказать что Он спас нас И Господь нас избрал Тут прямо вопль кричит Да ты что себе избранный Апостол Павел пишет Коринфян У вас блудодеяние Которого у язычников не слышно А называют их избранными и святыми У православных понятия нет Что мы все святые Вот кто здесь есть Святые по благодати Божией По мытью в крови его А по делам своим Мы согрешаем Где-то И как согрешаем Ну не так Как считаем Покаянном каноне Яко свинья Лежит в колу Так и аз Греху служу То есть свинья В говне лежит И я такой же Ну какой же тогда верующий Когда написано Верующий Сына Божия Не согрешает Не грешит Первое послание Яна Какая свинья Какой кал Когда человек Ощущает Испытай меня его Говорят Выйду чист Как золото Ээээ Это не для нас молитва Супергрешный Архигрешный Я считаю как есть Считаю как Грешный Супергрешный Но Никакого Доброго дела Не сделал Николи же То есть Никогда Да какая же Это наша вера Полвека Верующий Николи же Доброго дела Не сделал Но мы лжем, мы обманываем Бога, показать смирение свое, то есть через ложь. Написано, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих. Не может цукрыться город на вершине горы. Вы свет миру, не свинья в колу. Кого это может привлечь вонючие? Я просто говорю о том, что вы внутри себя понимаете, хотя и считаете они так. Так, всякое доброе даяние от Отца Светов. Он через нас делает добрые дела. Ты пошел, проповедовал, обратились души, доброе или не доброе? Доброе. А как же, говоришь, никакого не сделал дела? Ну, это я не... Понимаю, что не я. Впрочем, не я, но благодать Божия со мной. Но Павел не говорит, ничего не сделал. Это обман. А самообман. Ложное, смиренно, мудрее. Один все время. Я хуже всех. Я как пес смердящий. Ну, на обед пошли, когда встал на стоятеле, руку на косяк положил. Ну, они все склоняются, монахи проходят, думают, так и надо. И этот идет, который себя так уничижал. Он его остановил, он лезет, наклоняется. Он тогда ногу подставил и его остановил. Ты куда идешь? Как куда? А обед? Колокол ударил. Ну, братья-то, а ты-то зачем идешь? Ну, так, а куда же мне идти-то? Я есть хочу. А чем я хуже других? А ты же все время говорил, что ты самый супергрешный, архигрешный. Тебе равных грешника нет. Ты же канон Андрея Крисского читал, читал. Ну, и куда ты идешь? Иди отсюда. Он глаза на лоб, в разбежку на 13 сантиметров. Я такой же, как все. А чем я хуже их? Так, ну, тогда не болтай языком. Я грешно. А ты пес смердящий. А почему ты меня так обзываешь? Почему ты меня судишь? Ну, ты себя называешь, я тебя назвал так. Я же не придумал. Ты же пес смердящий. И лезешь за стол. Ну, маленько кто-то бы нас одергивал, чтобы за помелом-то, за языком-то служи. Маленько следили. И вот будет этот канон читать. Его надо возвысить. Я говорю, что на следующей неделе, вот сейчас, в среду, и он будет. И один раз в году он считается. И так много земных поклонов, что этим людям, которые ходили на канон, на следующий день им разрешается есть с растительным маслом. В одной семье кто-то ходил на службу, а кто-то нет. И он будет есть с маслом и улыбаться. А те будут смотреть и мрачнеть. Ну, уж я по-православному говорю. Вот так, чтобы, даже если вот Благовещение, сейчас оно будет завтра, если оно на последней неделе, страстная неделя перед Пасхой, до четверга, то всегда рыбу можно. Но если попадает на страстную неделю, с понедельника, то рыбу уже нельзя. Рыбу можно только когда на страстной неделе. А вот до четверга, если попадает седьмое число, то можно растительное масло. А если после четверга, то ничего, никакого послабления в пище нет. Вот все через чрево. Не то, что там какие-то местописания, которые трунут. Нет чрево. Вот заметьте, когда будет подходить последняя неделя, Лазарева суббота, Лазарь воскрес, Господь воскресил, а в следующий день вход Господень в Иерусалим, вербное будет. Так вот тут придумали как? Икру можно в субботу, а рыбу нельзя. А рыбу оставить на завтра. Рыбу можно во вход Господень в Иерусалим. А накануне в субботу Лазаря, почему? Икра – это жизнь. А рыба сама – это гроб. И Лазарь воскрес из гроба. Ну почему прямо это не сказать-то? Вот все зашифровано. У человека пять органов чувств. Самое главное – зрение, слух, обоняние – все это в голове. Осязание – руками пощупать. Вот у человека как все устроено. Обоняние, оседание, вкус. Вот только руки ниже. А четыре органа через голову идут. И это монахи взяли. Вера не от слышания, а от вкусовых присосков. Вера от слышания, а от слышания Слова Божьего. Ну так вот изощренно придумать, что можно есть – нет. И даже в четверг послабление, независимо от того, что если это будет на страстной неделе, это чего-то стоит. Даже праздник Благовещения не влияет на пищу. А в среду молились вот, но это в этот, потому что не страстная неделя, разрешается во время Великого Поста. И вот Андрей Кураев, он многое берет из того, что я говорил. Он об этом сам говорит. О житиях святых Игнатий ничего не придумывает. Он поднял целые пласты, нами забытые. И он говорит, действительно так. За тысячу лет в православной церкви ни одного мирянина не канонизировали. Почему? А монахи сидели. Это комиссия, как военная. Годен-негоден к службе в армии, осматривают его, меряют его. Вот так и здесь. Монахи. Он говорит, а почему было не канонизировать какого-нибудь служащего на таможне? Что он был на таможне, работал 30 лет и взятки не брал. Воспитал детей как надо. Взятки не брал. Таможенник. Вы понимаете? Когда Петр Первый организовал таможню и сказал, что людей поставить туда с самым малым окладом и самых дерзких невыносимо. Эти псы сами себя прокормят. Вот такое выражение. Я не ручаюсь за 100%, но так пишут. И вот здесь мы будем молиться. Никого не канонизировали, если только он не был казнен, мирянин. А вот если он пошел юродствовать, как Алексей, Божий человек. А Алексей, Божий человек-то, ну как же, понятно, что он 30 марта Божий человек. И такого нету Божий человек, чтобы было написано. Даже Яну Кронштадтскому не присвоили. Святое праведное, масло масляное. Это я говорю о том, что тут уж явно не знает, что сказать. У него жена Елисавета была, он жил как брат с сестрой, детей не было. Это все во славу Божию. А вот святое праведное. Так святое, значит, и праведное. Это одно и то же слово. Нет. И никому, ни к Яну Златоусту, никому не прилепили. Это святое праведное, к одному человеку. А почему не канонизировать измеряну? Если она ушла, женщина, бросила мужа где-то, ее канонизируют. Хотя Ганский собор категорически запрещает. А на пьеме предает, кто оставляет мужей, уходит в монастырь. Или оставляет жену, или детей, или родителей. Ради благочестия. Ради благочестия, если переодевается из одежды в другую. А она прищищалась под чужим именем, Феодора это, выдала себя, Евгения, такие были. Это проставляет церковь, чудеса. И всегда, когда умрет, тогда вдруг обнаруживается, что была женщина. А бывает, вначале, там и совсем другое. И груди подробно описывается, якалистья высохшие. И монахи много плакали. О чем плакали? Что раньше она не проявила себя, или, непонятно, додумывается сам. А внимательно смотрели. У одной, один монах, она работает, она женщина, перед ним девка. Видимо, балахон-то надетый. Не видно, что грудик-то не выступает. А почему у тебя уши проколотые? Ну, она девка. А не знаю, это он чувствует, запах-то не тот. На нее уставился. А что смотришь на меня? Ну, видно, видно, что красивая. До этого меня родители так любили, так украшали, и прокололи мне уши. То есть соврала. А дальше будет прищищаться, и все по чужим именям, вранье одно. И с этим враньем прищищается, и это все прославляется в церкви. А с кем прославляется? Монаховим. Не могу я прославлять ложь, это обман. И вот мы накануне Андрея Критского должны все это осознать. Всякой лжи отвергнуться. Потому что всякая ложь от сатаны, он лжец, и отец лжи. Вот я рассказываю о житве Пафнутия, дочь его. Рассказывайте, и он благодетель, монастырь содержит. Ну, явное дело, что убегать-то не от кого. Ходит вместе с дочерью, молится монах, приметил ее. И когда отец был, наверное, среди недели один в храме, он благодетель, его монахи знают, любят, он к ней навадился ходить, монах, давай говорить. А она ревностная, хочет спастись, а спастись-то в монастыре подручнее. Он рассказывает, надо дома оставить, идти. А как отец? А что отец? Все это временное. И однажды она сбежала. Сбежала в монастырь. В монастырь пришла, и выше. Я евнух. А хозяин? Да меня он отпустил. То есть сплошняком врет. Во-первых, девка, а во-вторых, никто ее не отпускал. Ее приняли. И она боится, как бы ее не разоблачили, просится в отдельную келью. А отец по случаю пришел, нету. Розы, милицию, полицию, прокуратуру. Всех подняли на ноги, нигде нет. По монастырям, по болотам, по лесам, нет нигде. Он плащет. Жертвует все, все, нету. И он тогда, а время-то идет, уже 10-15 лет, он все не может. Она одна, у него дочь была, без матери. И при том, он благодетель. От кого бежать-то? Благодетель. Какой скорбь достал? А где же пощадь к родителям? И тогда настоятель сказал, говорит, у нас есть вот один там, и называют его там Епифанией, такой хороший, но он лица своего не показывает, ты можешь за ширвой быть. Ну и отец пришел, а голос-то измененный уже, он ее не узнал. И она ему, утешение давай говорить. И он утешился. И каждый раз, как приедет, а можно мне там побеседовать? Можно. И он ходил, и утешался маленько. Видимо, чувствовал все-таки, сердце-то родительское подсказывало, что где-то потери, где-то рядом. Ну, она от себя там томила, рано умерла. Ясно дело, что как питалась. Ну, раз ревностная там, по неделе, по две не пила, не ела, желудок скукожился. И вот. И когда умерла, и монахи-то все это узнали. Она перед смертью-то отца вызвала, ему открыла, я твоя дочь. Какое там рыдание, какой плащ стоял, она тут же умерла. Это все прославляется. И вот Андрей Кураев это наконец увидел, и говорит, ни одного не канонизировали. Страна-то состояла не из монахов же одних-то, хотя бы одного, ни одного. То есть, они царство полностью приватизировали. И поэтому всем этим канонизациям-то один ответ. Первое коринфство, 4-5. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь, и не осветит сокрытые во мраке. И тогда каждому будет похвала. Ни анапими, ни святости. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Хотя она капустная. Это я попутно все говорю. Когда будем считать Андрея Критского, чтобы мы все это помнили. Вот архиепископ подписал подпись. Подпись. Анапиму 6-му Вселенскому Собору. И тогда он понял, что натворил. И написал этот канон. Писал он для себя. Там невозможно. Считается с такой скоростью и все события. 250 библейских событий, а о них ни одного люди-то и не знают. Ну, ни одного. Мы проходили его. Господь мне позволил преподавать в университете. Я не знаю, мы его месяца два, наверное, проходили. По одному пункту. А здесь 250 событий. Кланяться надо. Помилуй меня Божье. Что он бубнит там, что говорит, никто не знает. Я не встретил в своей жизни ни одного человека, который канон этот отмолился бы с умом. А Павел говорит, буду молиться духом, буду умом. И лучше пять слов говорить на понятном языке, чем тьму десяти тысяч на незнакомом. Тьма это цифра десяти тысяч. Вот такое дело. Так, мы вчера с Сергеем Павловичем были в краевой администрации. Я сдал документы по превращению построек лагеря в музей в музей по молительстве. Там пока Татьяна и Тамара. Ну, где-то будет. Я сейчас с ними буду, может, переписывать, чтобы в течение тридцати дней должны ответить, как это будет. Там никаких препятствий нету. Чтобы я мог обсудить, чтобы меня призвали туда. То могут так заочно отмахнуться, и все. Вот если Господь позволит, да будет воля Божия. Я хочу сделать так, чтобы люди знали, как мы существовали, и у себя могли без помощи государства образовать лагеря для детей. Не один, а хотя бы тысячи-две лагерей можно основать свободно. Притом денег все это сообща можно найти. А я делал, когда был один. Один. А потом люди появились, а потом помощь была. Ну, все это у нас описано. Так, я пояснения всякие дал об этом дне. В среду вечером идите в храм ближайший. Отпроситесь на работе или где. А то умрете и канона этого не понюхаете. Сергей Павлович, реши сам, будете дальше сегодня там по Библии мы шли или оставить до понедельника? До понедельника. Ну, все тогда. На этом до свидания. Может, попутно спросить вопросы, какие есть? Нету никого еще. Все понятно. Спасибо, Господи. О, аллилуйя. Это так всегда, батюшка. Христос. Что бы не сказал, батюшка. Спаси, Христос, батюшка. Они сейчас спрашивают, а за что? А не знаю. Спаси, Христос, главное, батюшка. Так, ну, хорошо, что я не батюшка. За все. Вот так. За все. Давайте, с миром Божьим по домам трудитесь. Во славу Божию. Отошел. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...